вы начали отвечать на вопрос о том что что больше всего беспокоит людей которые к вам обращаются которые к вам приходят на консультацию по вашей специальности я вот как-то в таком частном приеме индивидуальным конечно каких-то фильтрации никакой не делали ты приходит всем с чем они приходят но приходит большую с большими ожиданиями что психотерапия может как-то помочь им качество жизни изменить улучшить приходит с переживаниями от разводов от расставаний от потерь близких достаточно обычный что-то человеческий перечень ну и в том числе я понимаю что вы хотели упомянуть и в том числе вот химическая зависимость которая занимается приходит люди воду зависимостью с разрушенными жизнями и желанием что-то изменить ну давайте поговорим тогда людях которые подвержены зависимостям разного вида ну понятно что наркотические зависимости алкогольная зависимость никотиновая зависимости они всем так сказать уже известны все более-менее в курсе дела но один только вопрос я хотел бы вам задать с вашей точки зрения а потом перейдем другому виду зависимости в последнее время очень так сказать география и количество людей вовлеченных в эту зависимость все расширяется это игроки игроки разного вида разного плана то есть игроки какие-то азартные игры в казино скажем так игроки в лотерею игроки компьютерные но потом вот вы ответьте пожалуйста такой вопрос как вы считаете существует мнение такое что скажем ну во первых и наркоман и алкоголик это люди больные это мы знаем но врачи считают что это практически не лечится и вот тут наверное выступает психология которые говорят лечится ну и существует действительно общество которое называется анонимных алкоголики вот у них есть 12 шагов программа специальная как вы считаете все таки зависимость это лечится или не лечится и можно ли внутри этого вопроса скажем так ну вот человек то есть все человек завязал подшился как угодно то есть не не а может быть есть такое внутри этого что человек все таки ну так сказать вылечился неважно медики и психологи и решил по чуть-чуть так скажем по праздникам как вы считаете лечится или не лечится на нет такого прямого ответа 1 лечится или не лечится но исцеляется скорее лечится такой медицинский термин и же термина исцеляется я вот рада что что это такая тема вот и но по крайней мере в россии точно стал очень открытый что она больше не такая болезненная как раньше потому что люди зависимостями они собственно говоря их пытались лечить таким как бы морально нравственно что ли принуждением да ну как бы это порог и все графа порока да что у тебя нету силы воли что ли значит ты слабовольный сила воли тут имеет значение ли вы знаете тоже неоднозначный сила воли в том как мы ее понимаем нет не имеет потому что считаю что зависимые люди они обладают огромным волевым компонентом да то есть жить преодолевая неприязнь окружающих понимая что ты разрушаешься каждый день сталкиваясь с невероятным количеством тревоги да нужен большой волевой компонент с точки зрения может быть простите простите я вас прервал может быть наоборот он уже просто этот зависимый человек он уже какой там волевой компонент у него воли как раз уже нету то есть она уже полностью подавлена вот этим то что называли у нас пороком ну не порог мы это знаем болезнью почему в какую откуда тут берется волевой компонент объясните вот если мы будем говорить с клинической точки зрения то более вот отсутствие воли да это такая булия это когда человек не способен совершать какие-то действия вот это собственно говоря и есть разрушение воли не способен завязать шнурки не способен стать с кровати не способен на этом заработать на кусок хлеба и так далее но кусок хлеба даже уже да слишком большая задача поэтому вот с точки зрения зависимых мне кажется что вот но волевой компонент в каком-то смысле он там достаточно ярко представлен если мы будем говорить с другой точки зрения да то есть воля это как такая способность к самореализации ну вот тогда пожалуй наверное он деградирует да у зависимых человек потому что для меня зависимые люди в каком-то смысле они в люди большого поиска то есть люди с потребностью инициации и в том числе зачастую алкоголизация и вот наркотизация это поиск собственного пути как ни странно да вот такого больного для кого-то зигзагами разрушительного но когда-то изначально возможно это был способ такой индивидуации собственно что поиск такой идентичности своей то скажем так ну вы знаете это очень и очень конечно неоднозначная точка зрения на данный вопрос почему потому что ну вот я до недавнего времени с такой точки зрения тоже не сталкивался то есть все как бы было ну как у нас пишут в прессе где-то там в социальных сетях и как это объясняет медики они объясняют совершенно однозначно о том что это болезнь но вот поиск самого себя такого нету то есть как можно искать поиск самого себя это уехать ну не знаю там гималайи сесть в позу йога и сидеть в ней так кто-то там летает и так далее в перу еду там пьют это называется медицин а вот поиск самого себя с точки зрения алкоголя или наркотиков это очень интересный взгляд на вещи почему потому что таки да и я просто вспоминаю что когда был открыт наркотик который называется lcd да по-русски то в общем то он был открыт совершенно случайно потому что это были исследования соединенных штатах есть фильм на эту тему где в общем то человека испытывали ему давали ему давали вот это не назывался тогда наркотиком это психотропное такое средство которое давало возможность человеку расширить свое сознание и куда-то возможно даже с помощью этого преодолеть барьеры которые в общем то были непреодолимы и ну мы знаем дон хуан это у кастанеда есть когда примерно то же самое там делать и пьет когда там вот и впервые такие же вещи происходят а как вы собственно к этому относитесь все таки вот человек пришел и у него но он попал зависимость на самом деле он пробует 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 но это уже становится наверное не пояс самого себя так можно искать до бесконечно он себя же ведь разрушает поскольку и доза увеличивается и все остальное и вот вы упомянули и в том числе и юнг кстати был у истоков создания такой 12-шаговой программы отчасти вот ну неким взглядом до таких специально аксурские группы были тогда популярны откуда то потом это сообщество родилось и задачи его то что вот то есть сообщество анонимных алкоголиков это такое как бы ну вот воссоздание что ли себя обретение себя только другим способом и я считаю что и психологии тоже и психотерапии да то есть предложение зависимому человеку это более экологичный способ что то есть способ поиска себя таким скажем так жестким что ли путем да но лично мне вот ну кажется что он очень травматичен и я думаю что вот современная психотерапия современной психологии она вот предлагает такие экологичные пути которых можно столкнуться с каким-то своими переживаниями состояниями но не разрушая себя и достаточно как-то вот управляю что летим процессом потому что понятное дело что когда мы вступаем в какую-то связь с веществом и если мы говорим про алкоголь то алкоголь это спириту спирит это собственно говоря как вещество спирт так и дух то в том числе мы вступаем вот ну как бы в связь с чем-то да с чем нам зачастую станут сложно управляться ну существует такое выражение другое на латыни истина в вине может быть в этом что то есть нужно сказать какая истина истина может быть действительно здесь имеется ввиду поиск самого себя познания самого себя это есть истина для того человека который хочет это в себе найти кто-то развивается и поиски самого себя скажем ведут к тому что человек начинает заниматься по системе йоги вот у нас есть программа в которой мы беседуем с тоже достаточно интересным человеком очень реализованным человеком он применяет йогу патанджали это йога с утра и это восьмиступенчатая система йоги аштанга йога где идет вот по ступеням развития самого себя а кто-то решает открыть с помощью своего сознания с помощью точнее вот этих психотропных средств открыть свое сознание чтобы найти самого себя но в конце концов действительно интуиция у нашей у каждого как бы есть но и у всех есть пути только к этому относятся как-то по-разному ну если вернуться вот про истина в вине я как считаю что люди зависимые они совершают такое грандиозное путешествие и они кстати достаточно даже достаточно неверное слово это люди очень толерантны очень толерантны к другим потому что в том числе а глобально они те кто сталкиваются со своей тенью если мы будем говорить вот так юнгянской терминологии то есть люди которые в каком смысле впадение в этом это дно истины это столкновение со своей человеческой тенью в которой есть много инстинкта саморазрушения жесткие переживания собственной агрессии то что социально мы практически не выражаем и ну как-то структурируем подавляем вот я думаю что зависимый человек с этим сталкивается он точно знает что это есть другой вопрос что ему достаточно сложно с этим есть очень хорошее слово английское handle да что когда как-то вот взаимодействовать то что он ступает с этим контакт я думаю что это факт и возможно что вот если он смог себя обрести и смог найти какие-то экологичные способы да потом будет ли это 12-шаговая программа да будет ли это еще какой-то способ да вот такого как бы до обретения себя другой да не химический то это человек который вот много можешь принять других людей потому что в каком-то смысле многое познал тоннгим словами понятно хорошо верни к наше время в эфире уже подходит концу скоро начинается следующая программа дорогие друзья это я обращаюсь к радиослушателям и те кто будет видеть наши программы на youtube и на facebook у нас все программы в принципе записываются и выставляется после этого вот такие социальные сети вы можете задать свой вопрос пообщаться с нами с нашими специалистами ну в данном случае мы говорим о психологе вероника рудагины ну можно позвонить нам центр это 8 4 7 2 2 6 9 9 5 6 телефон в основном это для соединенных штатов ну а для тех кто находится на других континентах других городах и штатах могут набрать тройное w sun gates center.com sun gates radio точнее sun gates center это на английском языке sun gates radio.com точка ком и там можно поделиться какой-то информацией задать вопросы и оставить свои комментарии ну также в facebook у нас есть sun gates radio sun gates radio можно это набрать это все программы идут у нас на русском языке на sun gates radio и тоже задать свои вопросы и посмотреть программы которые у нас шли которые находятся сейчас в архивах ну и skype skype sun gates sun gates солнечный оборот на конце буква sun gates 108 пожалуйста звоните пишите через около двух часов мы встречаемся опять в эфире у нас будет программы по московскому времени это будет 6 часов вечера программа называется школа таро таро ну все слышали такое слово вот мы немножко поговорим об этом ну и в 11 часов по времени чикаго это уже 7 часов вечера по москве будет программа женская гостиная и там анастасия хручинская наш корреспондент из сан-франциско тоже будет со своим гостем беседовать в эфире пожалуйста оставайтесь с нами и до новых встреч вероника большое вам спасибо мы будем встречаться да значит наша следующая программа запланирована не на четверг на среду по средам у нас тоже уголок психолога программа до и после но в данном случае евгений саяпин уезжает и этот время у нас освободилось если вы у вас она свободна то есть мы начинаем трансляции в 7 часов по московскому времени в среду если у вас такая возможность будет мы с удовольствием побеседуем продолжим наши программы да ну мы еще обговорим это время вне эфира дорогие друзья но эта информация будет у нас естественно на фейсбуке поэтому следите так сказать за рекламой хотя рекламы как вы видите у нас нету все спасибо большое всего вам доброго до свидания до свидания